Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ye Буду сегодня снимать обзор на смартфон Kingzone K1 Турбо-версия, тот который с 2 гигами оперативной памяти и 16 гигами встроенной памяти Вот такая вот модель, алюминиевый корпус Давайте рассмотрим сразу же быстренько комплектацию Вот в такой вот коробке Здесь все технические характеристики И основной функционал этого смартфона В комплекте есть OTG-переходник Есть гарнитура, гарнитура вакуумная Есть наушники, есть зарядка Есть оригинальная пленка И оригинальный бампер Модель имеет размер 5,5 дюймов Давайте рассматривать его с лицевой панели Во-первых, имеет смартфон 3 сенсорных кнопки Они светятся, светятся красным цветом Меню домой-назад Сверху решетка под динамик Также есть фронтальная камера Датчик приближения, датчик освещения Индикатор пропущенных звонков здесь находится Ну а также все вот эти вот датчики сенсора И чтобы смартфон останавливался Если я отвожу глаза во время воспроизведения видео С этой грани у нас вот здесь вот располагается разъем для наушников Это, насколько я понял, это разъем для оригинального чехла книжки И microUSB разъем для подключения к компьютеру Сверху нет ничего С этой грани у нас качелька громкости и кнопка включения-выключения Снизу микрофон Сзади Логотип Kingzone Их, как мне говорят, алмазик 14-мегапиксельная камера и вспышка По поводу толщины смартфона Толщина составляет приблизительно 7 мм Материалы изготовления Во-первых, Gorilla Glass 3 стекло Вот это вот вставочки вот такие Это все пластик Зато вот это вот алюминиевые Вот это вот алюминий И задняя крышка тоже алюминиевая Задняя крышка открывается легко Вот так вот это делается Аккумулятор здесь на 2,5 мАч Есть слот под стандартную большую симку Есть слот под microSD карточку Есть слот под микросимку Kingzone K1 Turbo Эта модель называется Смартфон очень монолитно собран Сборка вот довольно-таки хорошая Antutu 27808 баллов Довольно-таки классный показатель Давайте смотреть, что по железу Kingzone K1 Turbo 4.2.2 Android 6592 процессор Mali-450 Full HD Разрешение экрана Задняя камера 14 мегапикселей 2 гига оперативной памяти 16 встроенных Стоит карта памяти на 16 8 ядер По 1,7 ГГц Фронтальная камера у нас показывает 8 мегапикселей Также давайте посмотрим Multi-Touch Здесь он пятиточечный И Z-Device Test В котором мы сможем посмотреть Различные датчики смартфона Здесь их предостаточно Здесь есть GPS Wi-Fi Bluetooth Компас Акселерометр Датчик приближения Датчик освещения Есть вспышка Есть технология NFC Есть гироскоп Смартфон поддерживает работу ОТГ кабеля То есть это все очень хорошо Напичкан смартфон Серьезно Прошивка на русском языке Такая вот стоит прошивка Все на русском Что бы хотел я вам показать Во-первых это датчик жестов И смарт пауза То есть здесь эти функции устанавливаются Датчик жестов это понятно Вот так вот он реагирует Смарт пауза это функция Вот как я ее впервые узнал Там на Samsung S4 вроде бы Что когда ты смотришь видео Если ты смотришь на экран Видео воспроизводится Если ты отворачиваешь голову То видео восстанавливается Касательно экрана Экран здесь мне понравился Мне понравился он во всех отношениях Во-первых он сочный, яркий Во-вторых Это IPS матрица Это OGS технология Здесь нет воздушных прослоек Экран с шикарными углами обзора И что мне понравилось Что смартфон даже с темными картинками Как я люблю смотреть по диагонали Картинка практически не преломляется Вот такие вот углы обзоров Вот по диагонали И теперь темную картинку Включу цветочек Вот этот вот зловещий Ну и вот по диагонали Картинка практически остается такой же Мне это очень нравится Немножко светлеет картинка Но она практически такая же Как и до этого В общем по углам обзора По экрану однозначно плюс Действительно хороший экран в этом смартфоне Что касается производительности Здесь 2 гига оперативки Здесь стандартный МТК 6592 С 1,7 гигагерц Игры запускаются отлично Давайте несколько из них Вам продемонстрируем Еще кстати один плюс этого смартфона То что прошивка сделана сразу таким образом Что когда мы ставим карту памяти У нас смартфон сразу же понимает Что нужно все устанавливать на карту памяти Но при этом важно понимать Что все эти игры Которые были установлены Например на память телефона Непосредственно Они будут недоступны Они не будут запускаться То есть он будет думать Что нужно кэш брать этих игр С карты памяти Смотрим некоторые тесты смартфона Я делал тест GPS Давайте продемонстрирую вам Он спутники ловит Словил он у меня первый старт Был за 35 секунд Это хорошо Значит с GPS все отлично Теперь по поводу минуса этого смартфона Это аккумулятор 2500 мАч аккумулятор Работают очень-очень слабенько Вот такой вот результат у меня в антудо тестере 3487 Примерно такой же результат у меня показывал Asus Zenfone Ну и в режиме игры Со 100% до 5% Это всего лишь 1 час 57 минут Это слабенький результат Больше я тесты не делал Из этих двух цифр понятно что аккумулятор слабоват Значит звук в наушниках и микрофоне При разговорный звук Шикарный Очень громкий Четкий Все отлично Звук в наушниках тоже меня порадовал Он лучше чем стандартный звук с MTK6592 В таких моделях как ZOPO и THL Все благодаря тому что здесь стоит звуковой аудио чип Yamaha Ну и внешний звук вы уже слышали Но я продемонстрирую вам это еще раз Вот в этом ролике Рекламка про Kingzone Звук хороший Громкий, хороший, достойный Ну и так же я вам только что продемонстрировал функцию Smart Stop Сейчас она работала отлично Я смотрел то в экран смартфона, то поднимал голову на экран камеры Камера здесь на 14 мегапикселей основная По крайней мере так показывает И видеозапись в формате Full HD Значит что могу сказать по камере Камера мне однозначно понравилась Камера действительно крутая Макросъемка просто отличная Лучше я не знаю, наверное не придумаешь Видео записывает тоже отлично Вспышка достойного уровня Вот сейчас покажу вам Вот в кромежной темноте Вот такое вот качество получилось Все очень-очень достойно В принципе можно подводить итог Kingzone K1 получился неплохим смартфоном Очень классный дизайн Но что я хочу вам сказать В этой же категории выступает смартфон I-Ocean X8 И в будущем будет GU-G6 Но GU-G6 он будет очень дорогой А вот X8 он в одной категории весовой с Kingzone K1 Что я вам хочу сказать Немножко разные они по внешнему виду Здесь преобладает алюминий Там преобладает стекло Там задняя крышка А задняя поверхность стеклянная Но как по мне I-Ocean X8 выигрывает за счет Аккумулятора Но проигрывает за счет например камеры Все остальное плюс-минус у них одинаково Здесь немножко меньше памяти 16 гиг Там 32 Вот в принципе и все Смартфон получился достойный Есть много функций NFC Управление жестами Смарт-пауза во время видео Очень напичкан смартфон Очень круто все в этом плане Цена этого смартфона составляет приблизительно 280-290 долларов в Украине На гривны это приблизительно 3800 На этом все Будем заканчивать Спасибо за внимание Кому понравилось Ставим лайки Подписываемся Оставляем комментарии Всего доброго вам Субтитры сделал DimaTorzok